Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Сравнительная оценка способов осветления и охлаждения сусла. Для охлаждения сусла в холодильной тарелке требуются большие площади. Имеется опасность инфекции, однако в ней более полно. По сравнению с отстойным аппаратом выделяются высокомолекулярные белки, горькие и полифенольные вещества. Что облегчает дальнейший производственный процесс и улучшает вкус пива. Применение отстойного аппарата дает возможность экономить производственные площади, уменьшает опасность инфицирования сусла. Но в днем хуже осаждаются в взвесе, чем в холодильной тарелке. Использование гидроциклонных аппаратов облегчает и ускоряет процесс осветления сусла и дает возможность применять молотый брикетированный хмель. Противоточные трубчатые теплообменники имеют низкий коэффициент теплопередачи. И при охлаждении на оросительных холодильниках сусло соприкасается с воздухом. И поэтому велика возможность его инфицирования. Пластинчатые теплообменники являются наиболее совершенным аппаратом для охлаждения пивного сусла. Они имеют большую площадь поверхности теплопередачи и малые размеры. Конструкция теплообменника дает возможность изменять схему движения потоков продукта, и теплоносителя. И в одном теплообменнике иметь секции различного назначения. Для нагревания, охлаждения, регенерации теплоты. Пластинчатые теплообменники легко разбираются, что дает возможность проводить тщательную очистку всех элементов. Недостатком является довольно быстрый износ уплотнительных прокладок между пластинами. Разработан способ осветления холодного пивного сусла флотацией. При флотации более полно удаляются частицы твердой фазы сусла. И одновременно оно насыщается кислородом. Осуществляется флотация следующим образом. Охлажденные в теплообменники сусла смешивают в потоке с тонкодиспергированным, обеспложенным воздухом в аэрационном устройстве. Например, Ш4ВКП или трубе-вентуре. Рабочий элемент Ш4ВКП – это мелкопористая свеча, куда подается воздух под давлением от 1 до 2,5 атмосфер. Расход воздуха, измеряемый ротометром, составляет от 0,35 до 2,1 кубометра час. На кубометр рабочий элемент Ш4ВКП – это мелкопористая свеча, куда подается воздух под давлением от 1 до 2,5 атмосфер. Расход воздуха, измеряемый ротометром, составляет от 0,35 до 2,1 кубометров на кубометр сусла в час. Сразу после смешивания сусла с воздухом, аэрирования, в сусло провод вводят семенные дрожжи. Смесь направляют в емкость для флотации. В процессе флотации взвеси охлажденного сусла вместе с частью мертвых клеток адсорбируются на поверхности воздушных пузырьков и вместе с ними выносятся на поверхность сусла. По окончании подачи аэрированного сусла во флотационную емкость его выдерживают при температуре 6-9 градусов Цельсия в течение от 6 до 10 часов для завершения флотации и проведения одновременного процесса предварительного брожения. Осветленного сусла передают на брожение. Пена, включающая частицы взвеси охлажденного сусла и мертвые дрожжевые клетки, оседает на стенках флотационной емкости. После удаления сусла ее смывают водой. Показатели качества сусла. Для приготовления пива различных наименований качество приготовленного для брожения начального сусла должно отвечать определенным требованиям. Для светлых сортов пива с массовой долей сухих веществ в начальном сусле от 11 до 13 процентов. Кислотность составляет от 1,5 до 2,8 к единиц. Цвет 0,8 2 единицы ровно. Для темных и высокоплотных сортов кислотность несколько выше до 4,5 к единиц. Состав экстракта сусла в процентах к массе сухих веществ следующий. Сырая мальтоза 60-70, декстрины 15-26, сахароза 2-8, пентозаны 3-4, азотистые вещества 3-6, минеральные вещества 1,5-2. В состав углеводов сусла входят также гумми вещества 0,2 процента, инозид и другие. В сусле находятся также хмелевые горькие кислоты, хмелевые смолы, полифенольные вещества, незначительное количество хмелевого эфирного масла. В одном литре сусла содержится приблизительно 150-200 миллиграмм полифенольных и 100-180 миллиграмм горьких веществ. Из азотсодержащих соединений в сусле содержатся альбомозы и пептоны, аминокислоты, амины, а также амиачный азот. Значительная часть азота сусла 45-50 процентов представляет собой усвояемый дрожжами азот. Для качества пива большое значение имеет белковый состав сусла. В экстракте сусла содержится 1,4-1,8 процента коагулируемого белка, 0,23-0,35 процента аминного азота. Для получения стойкого светлого пива сусла концентрации 11-13 процентов должно в 100 кубических сантиметрах содержать 75-100 миллиграмм общего азота с его распределением по лундину в процентах. Фракции А. Высокомолекулярные азотистые вещества. И. Б. Среднемолекулярные азотистые вещества. Пептоны и пептиды. По 12-15. Фракция С. Аминокислоты и полипептиды. 60-75. Из органических кислот в сусле имеются муравьиное, уксусное, пропионовое, янтарное, молочное, щавелевое и другие кислоты. Для получения пива нормальной кислотности начальное сусло должно иметь тетруемую кислотность 2,3-4,6 сантиметров кубических однонормального раствора натрий-ОН на 100 кубических сантиметров сусла К единиц. И. П. А. 5,4-5,8 единиц. При общем содержании золы в сусле около полутора процентов. Примерный ее состав. Силициум-О2 0,148. Кальций-О 0,44. Магний-О 0,12. П2-О5 0,684. В сусле в небольших количествах содержатся витамины В1 тиамин, В2 рибофлавин, В6 пиридоксин. Относительная вязкость 11-процентного сусла при 20 градусах Цельсия 1,6-1,65. 12-процентного 1,7-1,75. 13-процентного 1,8-1,9 милипаскаль. Секунда. Концентраты пивного сусла. Концентраты пивного сусла представляют собой густые сиропы, содержащие 75-80% сухих веществ. Их предоставляют сгущением неохмеленного пивного сусла, выпариванием под разрежением. Концентраты можно долго хранить и перевозить на дальние расстояния, что удобно для организации производства пива в отдаленных регионах страны. В зависимости от качества исходного сырья и цели использования различают следующие виды концентрата сусла. Мальц-концентрат. Концентрат сусла, полученного из свежепроросшего или сухого солода, обладающий высокой ферментативной активностью, используется как заменитель солода. Концентрат пивного сусла и ячменный сироп, получаемый с применением значительных количеств несоложенного ячменя и различных ферментных препаратов, используется вместо несоложенного зерна при получении сусла, либо после разведения водой для сбраживания восстановленного сусла. Концентрат пивного сусла, получаемый из традиционного сырья после разведения водой и сбраживания полученного сусла, используется непосредственно для приготовления пива. Сухой концентрат охмеленного пивного сусла получают в виде светлого порошка влажностью не выше 6%. Для этого охмеленное сусло с содержанием 14-17% сухих веществ распыляют и высушивают в вакуумной пневматической сушилке. Сухой концентрат фасудов в двухслойные пакеты и упаковывают. Для приготовления пива такой концентрат растворяют в воде и полученное сусло сбраживают дрожжами. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно, если вы увидели какие-то недоработки в моей лекции. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!